Ассоциировал название родного города с хвостатым животным председатель Котловского объединения художников Андрей Слиба. Идея была подхвачена, доработана и появился он, символ нашего города, кот ласковый. Детский писатель Вячеслав Чиркин рассказал историю кота в стихах, а Елена Лютова придумала ему первый костюм. Не сидите дома, занимайтесь спортом! Ура! Ура, ура, ура! Было 95 лет городу, вот, и художники решили сделать выставку о кот ласе, картины, этюды написали про кот лас. И вот сделали такую афишу с котом, была идея разделить вот это название кот лас. У нас так родилась, кот сначала так и назывался, вот видите, он кот лас называл лас. А потом уже вот, когда выставка уже работала, народ ходил, смотрел, и потом вот как-то коту уже лас, это как бы такое сокращенное, и дали ему название ласковый. Вот так вот и родилось. В декабре 2011 года собрание депутатов муниципального образования кот лас своим решением утвердило название официального туристского символа кот ласа – кот ласковый. В 2020 году визуальный стиль логотипа кот ласковый был обновлен. Привет и шлют из кот ласа веселые коты. Кот ласковый меня зовут, хранитель города я тот. Сегодня коту ласковому 12. Он главный хранитель городских легенд и культурных традиций. Именно ему доверено рассказывать жителям и гостям кот ласа о самых важных исторических культурных событиях русского севера. Обитает кот ласковый в здании кот ласкового дворца культуры, где принимает у себя гостей, после чего знакомит их с городом в рамках пешеходного маршрута кот-пешеход. Для привлечения удачи гости гладят хвостатого по животу, делают с ним фото на память. С днем рождения меня! С днем рождения меня! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения меня! В этом году в рамках празднования дня рождения символа года в кот ласе прошел традиционный детский конкурс чтецов кот-васи. И сказочное представление «Три желания кота ласкового». Поздравить хвостатого именинника приехали кедровичок из Коряжмы, матушка Зима и снежная баба из Ленского района, велиготская кошка, белый гриб из Красноборска, Арина Шиповница из Шипицына и, конечно, наша котловская царица клюква. Три желания кота ласкового.